здравствуйте уважаемые друзья вы смотрите первый городской это проект интервью дня сегодня наши гости это алексей волевахин тренер чемпионов мира по хортингу и аргиж дарчинян основатель бойцовского клуба викинг ребят здравствуйте но у нас хороший повод сегодня для встречи потому как не зря объявил в алексея как тренера чемпионов мира по хортингу меня первый вопрос давайте познакомим всех наших телезрителей с этим видом спорта что это за вид пор хортинг это национальный вид украинских единоборств то есть он основан не так давно ты 2009 году министерством спорта вышел приказ создание этого вида спорта то есть этот спорт официальный и ему уже дана категория национальный он включает себя как бойцы ударную технику так и борцовские навыки но в первую очередь это воспитание патриотическое воспитание молодежи культурное воспитание молодежи и все это связано со спортивным направлением хорошо ну давайте результатах как выступили бойцы как выступили подопечные результаты очень порадовали то есть мы долго к этому шли мы узнали об этом чемпионате еще с лета постепенно готовились присматривали направлено готовили направлено готовились к этим соревнованиям я присматривался к ребятам кто действительно сможет показать результат на этих соревнованиях и я не прогадал то есть нас поехала команда из четырех человек трое из них стали чемпионами мира некоторые в двух разделах то есть мы наши ребята выступали в двух разделах это раздел борьба и раздел двубой два человека заняли первое место и в том разделе и в другом кто принимал еще участие где это было у это проходило в трусковце в этом году кстати хочу отметить что первый раз проходила на территории украины мировой чемпионат по хортингу предыдущий был в польше до этого чемпионат европы был словаки и вот наконец получилось провести на территории украины присутствовали достаточно много различных стран это и румыния была узбекистан был потом молдова кстати многие ребята оказались наши финале с мол именно с молдаванами россия была и даже один представитель америки был это маленький мальчик восьми лет но тем не менее тем не менее как оцениваете эту победу но очень чья заслуга как думать но это командная заслуга однозначно но честно говоря я очень-очень удивлен ну полагаясь на то что мы займем такие вот высокие места до чемпионы мира и тем более вот наша организация всего-то даже года нету мы открылись в феврале месяца и добиться таких результатов конечно это большая радость это и наша радость и нашего города и всей украины естественно но заслуга это я думаю прежде всего это вот алексея волевахина который вкладывает свои знания с свое умение в молодых ребят вот поэтому однозначно но как как вы определяете что действительно человек талантлив за как как-то при короткий период времени вы видите что это потенциально хороший бойц вот калка ваша схема как вы определяете можно определить это с первой тренировки если у человека есть стержень он проявляет это не обязательно высокая техника сразу но видно этот стержень бойцовский дух если нету бойцовского духа то человек может быть технически очень развит но он не будет показывать результат уже проиграть перед боем можно сказать даже если сам себя не победишь тогда понимаю но все-таки наверное это очень не как-то связано с названием вашего вашего клуба да то есть наверное они были такими людьми которые у которых с духом было все в порядке почему спрашивает почему викинг да почему викинг ну как-то думали думали очень были такие мысли как спарта потом думаем спорт много вот и как-то пришли к выводу что викинг ну почему викинг наверное такие же отважные смелые храбрые как викинги но как раньше были викинги пили гуляли мы как бы осталось у нас только такой вот настойчивое стремление у те те ребята которые победили которые привезли золото никакой возрастной ценз это ребята 16 17 лет они к вам в клуб пришли уже с какой-то определенной подготовкой некоторые пришли с определенной подготовкой не буду скрывать что они пришли из других клубов но какие-то нашли преимущество у нас и был спортсмен полностью нашего клуба каплич евгений хочется его отметить потому что пришел он к нам сырой сырой скажем так и за этот год он сделал очень большой шаг вперед он начал выигрывать областные городские соревнования и вот теперь достиг самого высокого как бы звания спорте чемпион мира но у нас в городе и за этим столом достаточно большое количество было людей которые занимаются подобными единоборствами подобными школами под подобным направлением вам как основателю бойцовского клуба вот вы лично для себя как бы какие цели какие амбиции ставили когда открывали викинг цели амбиции ну знаете вот лично мне хочется открывать во всех районах нашего города потому что у нас город очень большой вот и скажем так не у всех есть возможность даже просто прийти потренироваться да потому что везде платно вот акцент вот я хочу поставить акцент именно на детей скажем так как правильно в которых нет возможно которых нет возможности до оплачивать тренировки вот поэтому как то вот хочется принять участие и чтобы подтягивать таких вот ребят таких мальчишек и скажу честно что вот именно с таких и получается чемпионы настоящие чемпионы потому что они ценят какие планы у клуба какие планы по соревновательному какому-то сезону что ожидать каких новых побед по крайней мере где участвуют где участвовать будете расскажите планов у нас очень много и на самом деле соревнования мы выступаем не только по хортингу мы выступаем по всем направлениям которые более-менее по похоже по своему содержанию поэтому соревнования проводятся каждую неделю мы просто физически не успеваем на все ездить например на следующей неделе 3 декабря запорожье у меня пройдет профессиональный бой по правилам ммс я очень хочу чтобы наверное сейчас аргист сказал потому что спортсмены такие люди скромные скажи о достижениях алексея потому как они есть да алексей алексей волевахин наша гордость скажем так наш лидер вот алексей недавно был на чемпионате европой уступил победителю скажем тут с отсчетом 21 победили победил хозяева ринга да проиграл точнее хозяева ну там счет конечно спорный 21 потому что действительно стены помогают когда ты у себя терешься вот алексей чемпион мира 2013 года по рукопашному бою то есть можно много много перечислять да ну алексей насколько молодежь глядя на вас как-то стремится чувствуете что от вас к это мотивация идет тем людям которые занимаются вы знаете не хочется делать себе какой-то сама пиар ну я надеюсь что я тянутся тянутся конечно молодежь тянется что я смогу передать людям свой опыт и свои знания и надеюсь что людей будет становиться как бы больше и они будут развиваться мы будем развиваться вместе существует ли конкуренция между клубами которые занимаются подобными единоборствами и как 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 уживаетесь иван знаете конкуренция в этом деле это очень хорошо когда есть конкуренция есть рост конечно вот ну некоторые клубы не буду назвать какие они как-то по-другому это воспринимают поэтому мы всегда как бы рады всегда открыты пускай приезжают будут спарринги то есть если есть соперничество да то есть ну и естественно есть опыт есть рост то есть мы открыты наши двери открыты приезжайте будем тренироваться будем заниматься я хотел бы я бы хотел бы добавить к этому что может только у кого-то из других клубов тренеров возникает ложное ощущение что мы переманиваем спортсменов у нас нету такой цели наша цель это развитие то есть мы можем с любым тренером городе обсудить и сделать совместную подготовку сильной сборной кривого рога по смешанным единоборством да где очень хорошо это было бы очень здорово конечно собрать команду криворусских бойцов каждой весовой категории то есть и выступать выступать отстаивать честь нашего города которая будет представлять не нужно до на аматорском ринге на профессии если бы нас поддержали остальные клубы это было бы здорово как думаете почему в обществе сейчас такой большой спрос на единоборство почему мы сейчас скажем так уделяем этому достаточно большое количество внимания почему залы переполнены когда мы говорим о единоборствах как думаете почему вот это же от ажиотаж сейчас очень велик это потребность времени просто нет я думаю это не потребность времени но в какой-то мере масс-медиа способствует этому то есть идет достаточно много турниров проводится и люди смотрят им это нравится плюс нашему обществу не хватает немножко такого мужества а именно смешанные единоборства боевые искусства они именно дают это людям то есть помогают развить в себе нужные качества которые способствуют не только спортивной среде жизни то есть да как показывает статистика что люди которые занимаются единоборствами они становятся успешными во всем потому что они постоянно преодолевают себя преодолевают боль преодолевают свои страхи постоянно работают над собой это им помогает и введение бизнеса в работе общение с людьми они были уверены в себе и могут за себя постоять как относитесь к тому что ну не всегда по назначению у нас те умения спортсменов используется я говорю не буду даже подбирать каких-то слов это именал и все остальное плохо очень плохо и как как с этими не знаю бороться что ли бороться с этим но это все-таки окружение наверное прежде всего окружение как бы с кем поведешься того и наберешься поэтому мы стараемся ребят которые там скажем на гребят с улиц подтягивает зал чтобы они свои умения свои свой дар который у них есть дата или физическая там сила вот есть такие мальчишки которые вот от природы сильно вот чтобы они это использовали в ринге чтобы они боролись чтобы они зарабатывали себе славу имя в нужном русле чтобы использовали вот и все плюс у нас есть охранное агентство захист викинг которая охраняет некоторые заведения в городе мы стараемся своих ребят направлять их в это русло чтобы у них не было просто свободного времени для занятий глупостями ребята всегда и при работе и в спорте то есть нет времени на глупости скажем так понимаю но что отличает ваш клуб от других наш клуб на других мне кажется много но алексей скажет мне кажется это наша атмосфера потому что ну как бы мое понимание боевых искусств и пути воина то есть я не стараюсь воспитать просто отдельного спортсмена я стараюсь чтобы у нас был коллектив чтобы мы были как единая семья перенимались проблемами друг друга и старались совместно их решать потому что часто если быть просто тренером как относиться к этому как к работе мне кажется никакого результата не будет мы стараемся жить переживать каждого проблемы потому что каждый приходит только у кого девушка бросила у того проблемы учебы с учебы у того с родителями проблемы и мне кажется каждого нужно выслушать и попробовать решить его проблему совместными усилиями это исполчает наш коллектив возможно поэтому люди к нам тянутся хорошо насколько насколько те то занятие этим видом спорта который мы сегодня говорим насколько он очень важен для какой-то самоорганизации человека как внутренней таки такие физической понятно вот насколько человек становится самоорганизованным как думаете но любой спорт это в первую очередь дисциплина то есть то что не хватает наше время для нашего общества это дисциплина спорта это очень закаляет характер заставляет когда надо перетерпеть как говорится стиснув зубы идти дальше то есть силу воли естественно кто для вас настоящий чемпион вот действительно какой-то какой-то термин который можете раскрыть чемпион да вот такой настоящий настоящий чемпион это ну лидер по жизни тот кто может себя проявить как и в спорте так как и в жизни арий скажи пожалуйста ты в тренировочный процесс подключаешься нет 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 я не подключаюсь но иногда когда алексей просит чтобы поставить руки вот я подключаюсь а так стараюсь не лезть потому что это как бы немножко другой я сам бывший боксер да я вот хотел спросить по спорту не скучаешь по профессиональному по большому конечно скучаю очень скучаю вот наши друзья которые сейчас выступают по профессионалам евгений хитро да это наш чемпион это вместе тренировали скажем так да вот же не добился больших высот мы за него очень рады ну конечно смотрю иногда скучаю но вас уж так у меня жизнь сложилась развиваем спорт как можем понимаю но я хочу еще одну то собственно одно направление которым занимаешься ты и вы занимаетесь это общественная организация которая у вас есть то есть чем она занимается и какое какое направление охватываем нашего общественной организации активно пропагандирует спорт здоровый образ жизни это не обязательно чтобы был ммэй да или там хортинг то есть мы всегда говорим чтобы молодежь занималась спортом уходите ходили в залы то есть мы помогаем чем можем помогаем социально помогаем юридически то есть к нам обращаются люди бывает даже просто там бабушки какие-то какие какой-то советом надо дать до юридически то есть мы стараемся вникать в проблему в нашем городе стараемся не просто говорить и делать но мы как бы это не афишируем да плюс как бы мы участвуем во всех городских мероприятиях это там день европы мы принимали участие со своими показательными выступлениями потом участвовали и в субботниках вместе с полицейскими проводили субботник в целых тернах то есть было достаточно как бы познавательно наши ребята пообщались полицейскими полицейскими полицейские немного перенялись нашим духом то есть это очень приятно приходили тренироваться ваться конечно как они отреагировали хорошо отреагировали но пока пока что они срочные пока никто не звонит приходить а вот куда приходите вы сейчас скажете в рамках в рамках проекта интервью дня это можно сделать где тренируетесь по каким дням это абсолютно наш зал открыт каждый день это район площади освобождения остановка лицей точный адрес это переулок пулковский 2 бывшие общежития к н.у. и там переоборудовали актовый зал этого общежития то есть в спортивный камы проходят наши занятия ну я хочу чтобы именно не только те уже люди в осознанном возрасте посмотрели и заинтересовались очень хочу чтобы и родители тоже своих деток приводили со скольки можно приводить детей тренировки у нас проводятся для детей от 6 лет от 6 лет до есть игровые тренировки так чтобы да то есть и многие думают что смешанные единоборства это люди развивать этот мир одевают перчатки и просто убивают друг друга нет это на самом деле это кропотливый процесс это акробатика это ударная техника это борцовская техника и каждый может найти себя в ней и у родителей стереотип до стереотип непонятный вот в этом проблема нашего общества большинство родителей сейчас воспитывают не мужчин каких-то комнатных растений очень боятся получить какие-то там травмы чтобы он не дай бог ручку не травмировал а потом этот мужчина не может защитить не себя не свою семью не вообще реализовать себя по жизни соответственно и общество не сообщил общество ребят но вот опять же психологический барьер легко преодолевает человек который попадает вам зал который ранее нигде не занимался и которому действительно мне кажется настраивать чтобы все дружно то есть ну алексей дал подробнее расскажет мне кажется никакого психологического прессинга у нас нету то есть и каждый человек ну кто приходил его он обычно уходят довольны и всегда возвращаются потому что ну я стараюсь найти подход каждому это не значит что он придет его поставят с опытным спортсменом и тот выбьет из него весь дух то есть идет подготовительная работа работа в парах и обычно на тренировках все проходят мирно и гладко все получают удовольствие психологическую физическую разрядку и расходятся домой с улыбкой с улыбкой ребят мы с улыбкой на лице втроем заканчиваем этот эфир вот так вот 20 минут уже и пролетели поэтому я благодарен за то что вы сегодня были у меня в гостях спасибо огромное спасибо что я насилия да я желаю вам алексей как как спортсмену удачи и удачи аргиш тебе я желаю развивать развивать тот клуб который занимаешься сейчас пусть викинг процветает по большему хороших воспитанников вы делаете очень хорошее дело меня зовут иван дычак вы смотрели проект интервью дня и я напоминаю что нас гостях был алексей волевахин тренер чемпионов мира по хортингу и аргиш драчинян основатель бойцовского клуба викинг меня зовут иван дычак оставайтесь с нами